Добрый день! Сегодня я расскажу, как избавиться от назойливой рекламы в браузере Google Chrome. Вот у меня стоит расширение, которое меня защищает от всплывающих окон, от видеорекламы, от баннеров, которые порой бывают на весь экран. Как его установить? Заходим в настройки. Настройки. И вот здесь есть в столбике расширение. Нажимаю я их. Вот мое расширение, которое у меня включено. Расширения бывают, устанавливаются и сами по себе. Поэтому здесь периодически надо просматривать и отключать их. Их вполне можно отключить. Вот, например, у меня Babylon Toolbar. Само тоже установилось в какой-то из закачек. Как мне найти нужное расширение? Прокручиваю вниз. Ещё расширение. Попадаю в интернет-магазин. И ещё здесь нужное мне расширение. Вообще их очень много. Есть много полезных расширений, которые помогают. И при загрузках бывает. Есть расширение, которое помогает скачивать музыку ВКонтакте. Есть расширение, которое помогает скачивать видео с Ютуба. Сейчас мы устанавливаем самое важное расширение против рекламы. Чтобы его долго не искать, можно набрать его здесь в строке. На английской клавиатуре набираю. От блок. Вот он, подсказка. Мы настраивали в браузере подсказки. Вот, пожалуйста. Вот он мне выдает эти расширения. Можно почитать отзывы. Обращайте внимание, бесплатно его можно установить. Потому что есть и платные расширения. Я его открываю. И устанавливаю. Нажимаю кнопочку. Установить. Если я открываю расширение, которое у меня есть. Вот я набрала от блок плюс. Открываю его. Когда оно у меня уже стоит, здесь написано «Добавлено в хроме». Иногда вместе с нашими скачанными программами устанавливаем также и программы «Паразиты». Наверное, многие уже сталкивались. Это в Вибалте, Майлру Спутник, Яндекс.Бар. Иногда их очень трудно бывает удалить. Первый путь – это мы заходим в панель управления «Пуск», панель управления «Программы и компоненты». И ищем эту программу. Ее надо выделить и удалить. После этого идем опять в браузер. Браузер в «Настройки», опять в «Расширение» и смотрим, нет ли ее в расширениях. Тогда здесь можно будет ее отключить. Еще работу браузера могут тормозить плагины, которые находятся в браузере. Их желательно тоже иногда просматривать, чтобы отключить ненужные. «Настройки», «Настройки», «Дополнительные настройки», «Личные данные», «Настройки контента». И вот здесь можно прокрутить. Есть группа «Плагины управления отдельными плагинами». Здесь видно, какие плагины работают в браузере. Вот у меня тут мобильная версия. И вот этот плагин Adobe Flash Player, он очень хороший, его не надо ни в коем случае отключать. Вот этот какой-то, наверное, он не нужен, его можно отключить. Вообще про него можно почитать. Я скопирую и почитаю про него. Если он мне не нужен, я его могу здесь отключить. Для того, чтобы ваши изменения, если вы тут что-то отключили или включили, сохранились, надо перезагрузить браузер. Если ничего не помогает, то можно все настройки сбросить. Идем в «Настройки браузера». «Настройки». Прокручиваем вниз. Дополнительные настройки. Сброс настроек. Единственное, надо знать, что сбросом настроек не стоит пользоваться очень часто, потому что сбрасываются все ваши настройки. И главные страницы, и ваши пароли, и домашняя страница, и все ваши закладки, и все расширения станут неактивными. Так что после этого нужно все это будет восстановить. Я думаю, это не так сложно. Еще здесь я хотела показать, как не нацеплять таких программ. То есть, например, я хочу что-то скачать. Вот я набрала в поисковой строке «Скачать стили для фотошопа». Очень часто с бесплатными закачками можно себе закачать все, что угодно. Выбираю из предложенных мне. Вот, допустим, стили мне хочется скачать. Я предпочитаю скачивать вот с этой программой. Депозит файл. Бесплатно скачивать нужно потерпеть. Набираю здесь обычное скачивание. Вот эта таблица выходит. Я ее просто закрываю и жду немного. Вот здесь становится видна кнопочка. Иногда приходится подождать минуту. Вот я скачиваю файл. Теперь второй шаг делаю. Открываю его. Запустить. Нажимаю далее. И вот здесь будьте внимательны. По умолчанию здесь стоят две галочки. Установить браузер Amiga и сделать его основным. Установить стартовую страницу и поиск Mail.ru. Вот это как раз программа «Паразиты». Любое скачивание надо проверять и читать все очень-очень внимательно. Я убираю эти две галочки и только потом нажимаю далее. Вот идет скачивание файла. Все. Спасибо. До встречи.